ЦВСК против Погритогорского Металлурга. Пятый матч серии. Ничья 2-2. Прав на ошибку. Осталось по одному на каждого оппонента. Въедут в свою зону 3-4 игрока и выйти из нее будет намного тяжелее. Поймает шайбу Сергей Мазякин и бросать. Только с неудобной для Зарифова возможно. Бас на пятачок. Армейцы все уже здесь перегородили. И тут же уходит стрелой Александр Радулык. Хотя уже минуту на льду. Длинные смены. И конечно подустал. Но бас какой на Зайцева. Зайцев искал щель в ближнем углу. Соперники не раз уже на собраниях изучили друг друга. Я уже думаю по видео они посмотрели больше чем телевизионщики. Металлурга. И сейчас они проявили свои сильные стороны. На лицевом борту очень здорово боролись Осова и Косов. И из этого создали очень хороший момент. Бросок штанга. Кстати штанг больше чем голов в последних матчах. Смену провело сначала звено Осова и тут же звено любимого. Одного из инхайловских тренеров. Что это ничего. Что игрокам не нравятся мои тренировки. Мне тоже не всегда нравится как они играют. Прогнозируйте уважаемые телезрители и телезрительницы. Матч клуб. Приложение к вашему слугу. Вы магнитогорцы с шайбой. Я хотел сказать да что шайба ходит здорово. Но вот последняя передача фактически уже на завершение от Зарипова на Мазякина. Все таки Пильстен сумел прервать. Наверное играли бы команды 4-4 там а не 1-0. Это момент 100% конечно кажется. И в данном случае команды просто используют 7 защитников в своих составах. Поэтому выходить с определенной... Как отборолся Радулов. Передача на Телегина. В первом периоде он прикрывает шайбу корпусом Александр Радул. И в некоторой степени даже опирается на игрока. Который ведет с ним единоборство. И вот здесь снова потерял равновесие. Ну и сейчас магнитогорцы. И Зарипов здесь. Коварш уходит от защитника. Баф на пятачок. Бросок. Они довели до броска в створ эту атаку. Забаррикадировано. Приходится отходить назад магнитогорцам. А они находят путь в чужую зону. Симкин мне казалось в дальнюю. Он может... Как... Такая пауза возникла. И ошибка магнитогорцев на выходе из зоны. Симон Ялмарцан высеворот. Сейчас ЦСКА вторую смену. Отличает чем-то подобным. Игра куда более агрессивная, чем в первые 20 минут. На пятачке это армейский момент. Телегин добивание раз и два. И еще не все. Продолжает ЦСКА атаковать. Ворота уже давно уехали. Дальние штанги Зарипов. Но пас на пятак. Ян Коварш подставляет клюшку. Дистанция мала. Сорокин справляется. Ли. Передача. Бросок Антипина. Бросок Зарипова. Все мимо. Первый сблокирован. Второй немножко... ...они ведут. То, о чем мы говорили еще до игры. У них нет перевеса. У них не больше моментов. О, йо, 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 йо. Но это лучший момент в сегодняшнем матче. Мертвую шайбу тащит. Я, честно говоря, не знаю, как вот в таком положении вратарям удается сохранять вот равновесие, да? Так же выходит Мазякин. Смену походу. Но это закон второго периода. Мы постоянно об этом говорим. Ближе к чужим воротам. Камейка для смены. А вот опять ЦСКА. Макаров! Макаров! И опять можно ли считать это выходом один на один? А вот его момент крупным планом. Когда он практически ли уже обыграл, да? Но то в клюшке все-таки сработал. ЦСКА опять садится на пятак. Перекрывает траекторию движения шайбы. Передача на Коваржа между тем все равно идет. Магнитогорцы настаивают. Пытаются добить. И накрывает шайбу Илья Сорокин. А здесь был момент. И Коваржу досталось сначала на пятаке. Да, через дефис можно. Но сегодня они не играют в одном звене. Телегин. Отличная передача. Радунова! Бросок поворотом до Коста. Как он вообще бросить умудрился? Может, что и второй период. Родной брат первого. По результативности? Не или нет? Бросок поворотом. С неудобной руки. Стефан до Коста. Реакция Игоря Никитина тоже понятна. И бросок до Коста. Слушай, великолепно просто. Сняли шлем. Он очень ценен в меньшинстве. Ну, ты же сам говорил перед началом матча. Карманьев такой, да. Юрий Аббатич, что практически неизменно. Когда вышел на третий период о том, что ребята, вот все хорошо, все делаем правильно. Большинство остается, ну все уже, выходит на площадку. Семин пытается вернуть шайбу. Веселевич, Любима, гол! Теперь уже не штангер, ближний угол ворот. Как Василия Кончичкина. Давай смотреть, какой претензий. Появлялся на площадке. Наход Киселевичу. Но, в принципе, слишком много пространства. Слишком много пространства оставили Киселевичу в данной ситуации. То есть Киселевича должны подбирать, скорее всего, нападающих. Да. И в данном случае... И не будут этому изменять. Потому что тут заученные важнее. А шайбы антипильстрем бросают поворот от Донтрона по добиванию. Вшел в центр и таким образом создал себе неплохую возможность. Затормозил, как говорят частенько. Сейчас и Мазякин атакует. А ведь Сорокин-то переместиться еще не успел до конца. И вариант, вот как забил Любимов ближний, он вполне был сейчас возможен. Ошибка до косты. Заставила вздрогнуть болельщиков ЦСКА. А магнитогорцы продолжают плести свои крузева. Крузевая Сергея Мазякин. Сравнивает счет. Очень хорош был вход в зону. Это и цифра. Атак действительно великолепный. Причем, насколько сложно. Вот как бы на входе в зону очень часто, очень часто один из игроков открывается по борту. Во всяком случае, пока Зайцев шайбой. До Коста. Бросок. Добивание Телегина. Попытка добивания Радулова. Магнитогорцы прекрасно чистят свой пятачок. И в коньки Денису Платонову, которому больно, но который даже не согнулся. Продолжает бороться. Даже боль его усаживает, чуть не на колени. Но он пытается там все равно помогать команде. Бросок. Поворотом. И тут просто в лотерею выигрывает Магнитогор. Потому что никто из Магнитки уже не мог этой шайбе противостоять. Две минуты играть в третьем периоде. Передача на пятачок. Кирилл Петров. Теряет перчатку. Джефф Плетт, но продолжает борьбу. Попрыгивает шайба. Пас на пятак. Плетт на пятачках. Вон это рука. Арбитра вверх. Что было раньше? Армейцы празднуют гол. Судья показывает шайба. Что? Буллит. Буллит. А вот тут большой вопрос. Где была шайба раз. И это умышленная остановка, да? Шайба в площади ворот. Ну да. За это Буллит. От Буллита никуда не деться. Итак. Шайба не пересекла ли мне ворот. Но так как боро прижать, я в площади ворот сейчас зачатся. Покатил Роман Любимов. Василий Кошечкин в ворота. Кошечкин выигрывает эту борьбу, потому как даже броска не последовало. Будем бороться где-нибудь на резовом борту в чужой зоне. Протирать борта, да, 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 да. Но из своей зоны как можно быстрее. Среднюю зону исключительно на скорости. Тоже как за меньшее возможное количество касаний. Как близок был Радулов. Перехватил шайбу Телегин на правом борту. Предыдущая смена создала. Телегин смотрел на ворота. Шайба уползла с крюка Радулов до Коста. Пауза, чтобы на пятак вышли свои. Бросает Радулов и выпадает по шайбе. Ответ магнитогорцев. Вот этот момент. Прыгает шайба. Что сейчас дальняя лапка, поэтому здесь уж попасть-то на пересменке где-нибудь, да? Застревать нельзя, да. Ни в коем случае. Коварш, передача в центр, обратный пасту. Гол! Мазякин под нулевым практически углом. Зашвыривает эту шайбу. Но это технический прием вроде того, что до Коста исполнял. Помнишь тогда, да? Не было ни времени, ни пространства. Так нет, они разыграли все. Смотри, как очень непросто. Коварш обратно в одно касание. Это два раза вынужден был менять. Да, и не успел. Просто не успел переместиться Сороким. Позицию Сороким, совершенно верно. А там уже вернули шайбу на пятак. Кто первый на отскоке? Первый на отскоке оказался Сергей Мазякин. Из такого угла, будучи еще, кстати, праворуким игроком, не так просто попасть. Но Сергей Мазякин сумел это сделать. И надо было поднимать шайбу над щеком Сорокина. Ну и мастерство хватило Сергею Мазякину. Итак, Магнитогорский металлурк выходит вперед в серии со счетом 3-2. Продолжение следует...